Путь длиною в тысячу лет. Алмату, Верны, Алма-Ата и Алматы. В этом году под эгидой ЮНЕСКО наш город современный и постоянно развивающийся, но с историей, уходящей в глубь веков, отметят свой тысячелетний юбилей. Многие до недавнего времени ошибочно полагали, что городу нашему не больше 160 лет, однако историки доказали, древнее городище, неземля нынешнего Алматы, существовало со своими устоями и законами уже тысячу лет назад. Город жил и развивался, постоянно менялся и уже будучи переименованным Верны, был восхитительно красочным и удивительно точно описан в строках романа «Метеж» Дмитрия Фурманова. Где что ни строка, то дом, что ни страница, то еще одна улица с ажурными верненскими крылечками. После была Алма-Ата, зарисовки которой старый и добрый, еще живут в памяти старшего поколения, и которая оставила нам в наследство ту неповторимую, монументальную и основательную, неописуемо красивую архитектуру времен Союза. И, наконец, день сегодняшний. Современный, динамичный, многомерный и многоликий, сочетающий в себе архитектурные памятники прошедших эпох, старого города Верного и Союза, и новые, уникальные и ультрамодные, отвечающие новым технологиям здания, город. Кладезь постоянно меняющихся, перипетий и незыблемой тысячелетней истории. Сейчас мы с вами находимся в самом центре Алматы, недалеко от пересечения улиц Фурманова и Сатпаева, по которой, к слову, пролегает главная площадь нашего города, а годами ранее и всей страны. Проезжая ежедневно по центру, мы даже не замечаем, насколько аккуратно в плане архитектурном он продуман. Как гармонично выглядит ансамбль площади республики, дома правительства, что ныне Акимат, и музеев. Да-да, именно музеев Ленина, что ныне Алматинская резиденция президента, и музея Центрального государственного, к которому мы сейчас и направляемся. Как вы, наверное, уже догадались, именно об истории Центрального государственного музея Республики Казахстан и об историях, с ним связанных, мы говорим сегодня. И это не случайно, ведь современному человеку, прежде чем отправиться в путь по историко-литературной карте города, необходимо провести кропотливую работу, и именно там, где специалистами бережно хранится история. Это архивы, библиотеки и музеи. А самый главный и старейший музей не только страны, но и всей Центральной Азии с 1929 года располагается в Алма-Ате, сначала в стенах Вознесенского кафедрального собора, а с 1985 года в том здании, которому посвящена наша сегодняшняя программа. А здание, к слову, поражает воображение и восхищает алматинцев с самого детства. Тут, наверное, не стоит говорить о восторге гостей города. Только представьте, в самом центре мегаполиса, утопая в густой зелени деревьев, обрамленные фонтанами с кристально чистой водой, здание общей площади в 21 550 квадратных метров из мрамора и мангостауского ракушечника. К тому же, часть уникального архитектурного ансамбля площади республики и здание Акимата, а также алматинской резиденции президента. Но обо всем по порядку. И начнем мы, как обычно, с истории. В Казахстане начало создания музейных коллекций в 30-х годах прошлого века было положено великим писателем и составителем знаменитого толкового словаря Владимиром Далем. В городе Оренбурге, Принеплюевском военном училище, он в числе других организовал музеум Оренбургского края. В основу фондов которого в разные годы вошли коллекции не только музея Оренбургского, но также и Житесуского, Тимиреченского, областного и республиканского антирелигиозного музеев. В разные годы главный казахстанский музей располагался в городах Оренбурге, Козеларде, пока в 1929 году не переехал в Алма-Ату. В нашем городе он работает и по сей день в здании, которое изначально строилось для того, чтобы быть музеем, и именно центральным и республиканским. К слову, строение возводилось в тот самый блестящий Кунаевский период, отсюда этот размах, воздух, свет, монументальность и торжественная обстановка. Здесь необычно все, и даже фойе, что следует сразу за входом, именуется по-иному. Здесь это водный зал. Здравствуйте. Современное здание, в котором мы сейчас находимся, было открыто в 1985 году. Архитекторами Ратушиным, Розагалиевым и Мустафиной. Это здание, оно, конечно, очень уникальное, потому что, в общем-то, оно и построено из мрамора нашего казахстанского. Это был советский период, 1985 год. И, как правило, здания такого типа, как музей, они, говорится, требовались, вот, требовался такая вот размах, архитектурная фантазия. И, конечно же, сейчас, когда мы говорим, та задумка, которая была авторами реализована здесь, она, конечно, порой непонятна для современного поколения, но, тем не менее, это все-таки влияние советского, говорится, времени, советской эпохи, потому что здания, построенные в этот период, они все были построены с таким размахом, с такой фантазией. Сейчас здание строится, как правило, в высоту, а здесь идет широта, такой размах. Сегодня коллекции экспонатов Центрального государственного музея Республики Казахстан хранятся в необъятных залах и хранилищах трехэтажного здания, габариты которого равны 108 и 36 метрам. А история появления в нашем городе этого шедевра архитектуры – это отдельный разговор. Так, в 70-е годы прошлого столетия остров стал вопрос о том, что народные достояния, постоянно растущие в численности и хранившиеся в то время в Вознесенском кафедральном соборе, именно он, к слову, служил музеем в Алма-Ате, «Скоро просто негде будет складывать». А потому руководство страны во главе с первым секретарем ЦК Кумпартии Казахской СССР Дин Мухаммедом Кунаевым взял эту ситуацию под контроль. Лучшим архитекторам было поручено подготовить проект чертежей нового здания. В центре города специализированное, просторное, продуманное так, чтобы быть музеем. Кроме удобства, запаса пространства для постоянно растущей коллекции экспонатов и красоты здания по указанию свыше должно было отвечать требованиям выверенного архитектурного ансамбля Центра Алматы, площади Республики и музея Ленина. В итоге, среди множества работ, Дин Мухаммед Кунаев одобрил проект Юрия Ратушного, который вместе с другими архитекторами и стал автором нашего Центрального государственного музея, реализованного, к слову, в модном в то время направлении постмодернизм. Очень большое количество различных хранилищ, где находятся наши экспонаты, где соблюдается температурный режим, есть система вентиляции, которая предусматривает сохранность вещей. И когда мы говорим о том, что посетители в музеи приходят в наш музей, мы стараемся не позволять им фотографировать. Это все реагирует на наши экспонаты, на вот эти вот все воздействия. Также нужно сказать, что второй зал, интересно, рассказывают сотрудники, которые работали давным-давно. Монтаж второго зала производился знаменитым этнографом Узбекалей Жанебековым. Он вложил очень много сил для того, чтобы такой зал существовал. На тот момент он, конечно, был единственным масштабным залом, который освещает культуру казахов именно вот начиная с 15 века по современный, вернее, по 19-й, включительно 20-й век. Освещение вводного зала музея обеспечено центральным открытым куполом, который вместе с восьми остальными угловыми куполами придает зданию национальный колорит. Он, в свою очередь, органично сочетается с модернистскими решениями. Фасад музея облицован мангостаусским ракушечником, а внутренний декор почти полностью состоит из мрамора и тоже казахстанского производства. Всего мрамора для здания Центрального госмузея было выделено аж 550 квадратных метров. Наш музей состоит из семи залов. Вот основные залы – это первый зал археологии посвящен и палеонтологии, второй зал посвящен казахской диаспоре, третий зал – диаспорам, проживающим в территории Казахстана и Великой Отечественной войне, четвертый зал посвящен независимому Казахстану, пятый зал – это открытый зал, посвященный золотым нашим коллекциям, и зал антропологии. Отдельно зал Хлудова есть, художника Хлудова. Наш музей уникален, потому как именно в нашем музее имеется научный центр по изучению, в данном случае, фондовых документов нашего музея. И так как мы говорим о том, что наш музей был сформирован на основе Семереченского и Оренбургских музеев, то надо сказать, что богатый фонд у нас имеется. Около 300 тысяч фондовых коллекций у нас имеется. И на данный момент изучение и введение в научный оборот, также для того, чтобы сделать доступным для посетителей музея – это наша задача. И естественно, что каждый зал имеет свою историю, он рассказывает о истории нашего государства. И таким образом люди, посещающие наш музей, бывают совершенно разного уровня, и образования, и возрастные эти. У нас очень много иностранцев посещают наш музей, и, как правило, их интересует особенная наша древняя история нашего государства. Также хотелось бы особенно вот сейчас обратить внимание на зал третий, посвященный диаспорам и Великой Отечественной войне, где наши казахстанцы приняли активное участие. Ну, для сравнения нужно сказать, что почти каждый третий казахстанец ушел на фронт. И таким образом, значит, у нас казахстанцы стали, около 498 человек стали героями Советского Союза. И каждый из этих людей, говорится, ну, внес большую лепту в дело победы. Я предлагаю вам посетить наш зал, посвященный истории Великой Отечественной войны, участию казахстанцев. Особое внимание хочется обратить на вот данный экспонат, посвященный Тулегену Тахтарову. Экспонат выполнен из цельного куска дерева, который, значит, был изготовлен его ближайшим другом в годы Великой Отечественной войны. Именно этот экспонат, говорится, ну, был сделан, вот, он был первым героем Советского Союза, который повторил подвиг Александра Матросова. И экспозиция, посвященная Бауржану Мамушову. Здесь очень много личных предметов его. Мы знаем, что он получил звание Герой Советского Союза ровно через 10 лет после своей смерти. Есть фактический материал, справка, привезенный с Российского архива, который подтверждает, что именно Рахим Жан Кушкарбаев и Григорий Булатов первыми водрузили на одном из зданий Рейхстага это Знамя Победы. В нашем зале, в третьем зале, хранится очень много интересных, уникальных экспонатов. Ну, я думаю, что можно теперь дальше пройти, ознакомиться с следующим залом. Далее с нашим гидом мы отправились в зал, посвященный истории независимого Казахстана и первого президента Нурсултана Назарбаева. Здесь представлены государственные символы нашей страны, герб, гимн, флаг, штандарт президента, образцы национальной валюты и еще очень много интересного. Например, рояль композитора Мукана Тулебаева. Данная экспозиция посвящена признанию нашего государства, стороны Кореи. И уникальные вот эти вот подарки, они также были переданы нашему музею, резиденции президента. Вот этот платок, который она одевает обычно в арабских государствах, был передан ясером Арафатом. И вот эта красивая вот эта вот сабля, она также была передана ясером Арафатом. Этот зал, к слову, пользуется большой популярностью среди иностранных гостей. Я был во многих странах и теперь в Казахстане. Здесь был в Астане и вот в Алматы. Музей — это единственное место, которое разъясняет историю и культуру вашей прекрасной страны. Мне понравился зал независимости, который отражает историю с 91-го года по настоящее время, когда Казахстан стал сильным государством. Эти залы хранят народное достояние, а здесь их реставрируют. Эти люди в своей каждодневной кропотливой работе изыскивают оптимальные решения для того, чтобы продлить жизнь уникальным музейным экспонатам. Именно благодаря усилиям художников-реставраторов экспонаты, имеющие статус артефактов, избегают забвения и находят свое общепризнанное место в экспозиционных выставках. В таких, например, как ТАХ, которые в Центральном государственном музее готовятся сегодня. Это уникальная экспозиция, посвященная тысячелетней истории нашего города. Здесь собраны и ждут первых посетителей и высоких гостей. Артефакты, доказывающие в наши дни то, что на территории современного Алматы тысячи лет назад уже сформировался населенный пункт, соответствующий определению города и являвшийся центром административной власти, ремесла и торговли. Здесь вы можете увидеть, мы хотели показать средневековое жилище среднего горожанина, который жил в городе Алматы. Здесь вы видите артефакты из городища Талгар и города Алматы. Раскопки 1935 года в районе поселка Горный Гигант сотрудниками нашего Центрального музея тех 30-х годов. Скажите, пожалуйста, получается, Бахтар жил в Редово-Алматинике тысячу лет назад? Да, таким образом состояло жилище. Оно было небольшого помещения. У него были подсобные помещения для хозяйственных каких-то предметов, где хранили посуду и хозяйственное зерно в том числе. И было основное помещение, где жили люди. Она состояла из суфы и печек, в которой они готовили пищу. Кроме того, экспозиция наглядно представит эволюцию нашего города от древности до современных дней, затронув все аспекты его развития. Выставка «Алматы сквозь века» делится на несколько частей. Визуально мы говорим о вернинском периоде. Это 1918-19 века. И наша экспозиция посвящена предметам из коллекции, из фондов Центрального государственного музея. Мы видим швейную машинку, ларец, утюги. То есть те предметы, которые были в ходе торговли, были межнациональные взаимоотношения между русским населением и казахским. Таким образом, эти предметы появились в наличии у особо богатых людей. Если мы говорим, что 1854 год – это основание города Верново. Вот с этого момента начинается активное архитектурное строительство. Здесь мы сразу говорим о Зинкове. Мы говорим также о многих других архитекторах. Он вошел в историю нашего города как основной архитектор, который строил важные здания. Посуда, черпаки, сито, специальная подставка для ложек тоже, видите, сделаны из дерева. Резная работа тоже. Это, скорее всего, было приобретено у русского населения в ходе торговли или какого-то обмена. Многие изделия. Сито такое же, да. Сито тоже использовалось, да. Но вот этот вот черпак в данном случае – это уже национальный колорит, казахский колорит. Потому что вот именно из дерева. Почему из дерева? Потому что при пкачевках, чтобы посуда не портилась, в основном изготавливалась большей части из дерева посуда. И дальше мы говорим о том, да. Это музейная инсталляция, фото павильона. В городе Верном была знаменитая фамилия Лейбины. Их было... Белов был такой вот. Но я хотела бы остановиться именно на Лейбине, потому что это была целая семья, династия Лейбины. Абрам Лейбин, его сыновья Павел, Они поставили свою фотостудию, фото павильон. Очень модный фото павильон, в котором фотографировались довольно-таки богатые люди, известные люди. И вот эти фотографии, которые вы видите на нашей музейной инсталляции, они об этом свидетельствуют. Действительно их фотографии... Да, это фотографии в основном идут все документальные из нашей коллекции. Но, говорится, сейчас подробно говорить, кто изображен, наверное, все-таки здесь нужно внимательно смотреть. Это коллективные фотографии в основном. Это реальные фотографии. Это реальные документальные фотографии, которые относятся именно к XIX веку. Фотоаппарат, вот именно такие фотоаппараты использовались в XIX и в начале XX века. Их было основных там четыре павильона, но в данном случае семья Лейбина внесла большой вклад в развитие фотокультуры. Следующий период развития города Алматы – это советский период, когда шло активное строительство. Архитектурный облик Алматы менялся. И мы видим с вами оригиналы фотографий советского периода, которые рассказывают об истории этих зданий. Ну, надо отметить, что одно из первых зданий было построено в 1935 году. Это здание аэропорта, которое в 1996 году, по стечению таких вот обстоятельств, непредвиденных, произошел пожар. И вот это здание старое сгорело. И только в 2004 году началось строительство нового терминала аэропорта. Обратите внимание на интересный экспонат. В данном случае вот посуда, которая напоминает торсок, в который обычно казахи перевозили, хранили кумыс. В долгих переездах, чтобы напиток не портился, вот обычно использовали торсок. Только он был в кожаном таком варианте. В данном случае это современный вариант, интерпретация национальных традиций и блюда, подназываемый табак, в который выкладывали национальное блюдо бешпармака. 1991 год – это год обретения Казахстана независимости. И как любое государство, значит, Казахстан разработал свой новый дизайн основных государственных символов. Кстати, 4 июля ежегодно справляется этот праздник, и в наш музей обычно приходит всегда. Это герб, флаг в дизайне. Третья часть нашей выставки, она посвящена современному периоду. И в данном случае макет мы видим по рытью тоннелей. И вот сегодня, в тихой августовской ночи, в Центральном государственном музее Республики Казахстан, в рамках общемировой музейной традиции «Ночь в музее» распахнул свои двери для всех желающих. Здесь открылась уникальная выставка Алматы сквозь века, посвященная богатой тысячелетней истории нашего города. Дорогие алматинцы, хочу вас поздравить с сегодняшним прекрасным событием. Сегодня открывают экспозицию, посвященную тысячелетию нашего любимого города. Таким образом, становится понятно, что Центральный государственный музей Республики Казахстан выполнял раньше и выполняет сейчас функции головного учреждения в музейном пространстве страны. В его богатейших фондах хранятся, а в залах экспонируются самые ценные, раритетные историко-культурные памятники нашего народа, являющиеся национальным достоянием. Это, ко всему прочему, и самый посещаемый музей страны. Ежегодно он принимает у себя до 130 тысяч человек, проводит свыше 100 лекций и создает более 30 выставок. Редактор субтитров А.Семкин